Когда мы с Мишкой были совсем маленькими, нам очень хотелось покататься на автомобиле, только это никак не удавалось. Сколько мы не просили шоферов, никто не хотел нас катать. Однажды мы гуляли во дворе. Вдруг смотрим, на улице возле наших ворот остановился автомобиль. Шофер из машины вылез и куда-то ушел. Мы подбежали. Я говорю, это Волга. А Мишка, нет, это москвич. Много ты понимаешь, говорю я. Конечно, москвич, говорит Мишка. Посмотри, какой у него копор. Какой, говорю, копор? Это у девчонок бывает капор, а у машины капот. Ты посмотри, какой кузов. Мишка посмотрел и говорит. Ну, такое пузо, как у москвича. Это у тебя, говорю, пузо, а у машины никакого пуза нет. Ты же сам только что сказал. Пузо. Кузов, я сказал, а не пузо. Эх ты, не понимаешь, а лезешь. Мишка подошел к автомобилю сзади и говорит. А у Волги разве есть буфер? Это у москвича буфер. Я говорю, ты бы лучше молчал. Выдумал еще буфер какой-то. Буфер – это у вагона на железной дороге, а у автомобиля – бампер. Бампер есть и у москвича, и у Волги. Мишка потрогал бампер руками и говорит. На этот бампер можно сесть и поехать. Не надо, говорю я ему. А он. Да ты не бойся. Проедем немного и спрыгнем. Тут пришел шофер и сел в машину. Мишка подбежал сзади, уселся на бампер и шепчет. Садись скорее, садись скорее. Я говорю, не надо. А Мишка, иди скорее. Эх ты, трусишка. Я подбежал, прицепился рядом. Машина тронулась и как помчится. Мишка испугался и говорит. Я спрыгну, я спрыгну. Не надо, говорю, расшибешься. А он твердит. Я спрыгну, я спрыгну. И уже начал опускать одну ногу. Я оглянулся назад, а за нами другая машина мчится. Я кричу. Не смей, смотри, сейчас тебя машины задавят. Люди на тротуаре останавливаются, на нас смотрят. На перекрестке милиционер засвистел в свисток. Мишка перепугался, спрыгнул на мостовую, а руки не отпускает. За бампер держится. Ноги по земле волочатся. Я испугался, схватил его за шиворот и тащу вверх. Автомобиль остановился, а я все тащу. Мишка наконец снова залез на бампер. Вокруг народ собрался. Я кричу. Держись, дурак, крепче! Тут все засмеялись. Я увидел, что мы остановились и слез. Слезай, говорю Мишке. А он с перепугу ничего не понимает. На силу я оторвал его от этого бампера. Подбежал милиционер, номер записывает. Шофер из кабины вылез, все на него набросились. Не видишь, что у тебя сзади делается? А про нас забыли. Я шепчу Мишке. Пойдем! Отошли мы в сторонку и бегом в переулок. Прибежали домой, запыхались. У Мишки обе коленки до крови ободраны и штаны порваны. Это он когда по мостовой на животе ехал. Досталось ему от мамы. Потом Мишка говорит. Штаны – это ничего. Зашить можно, а коленки сами заживут. Мне вот только шофера жалко. Ему, наверное, из-за нас достанется. Видал, милиционер номер машины записывал. Я говорю, надо было остаться и сказать, что шофер не виноват. А мы милиционеру письмо напишем, сказал Мишка. Стали мы письмо писать. Писали-писали, листов 20 бумаги испортили. Наконец написали. Дорогой товарищ милиционер, вы неправильно записали номер. То есть вы записали номер правильно, только неправильно, что шофер виноват. Шофер не виноват. Виноваты мы с Мишкой. Мы прицепились, а он не знал. Шофер хороший и ездит правильно. На конверте написали. Угол улицы Горького и Большой Грузинской. Получить милиционеру. Запечатали письмо и бросили в ящик. Наверное, дойдет.